Идея с обзором кастомного сервера Вандетта вам более чем понравилась, посему медлить с выходом обзора на сервер было бы глупостью. Окей, начну с базиса, что за сервер и с чем его едят. Это испанский сервер, который основан на версии 5.4.2, то бишь Пандария, где основные сюжетные линии остановились на сюжете Пандарию. После чего начались параллельные, либо по-иному альтернативные сюжетные линии того Варкрафта, которого мы знаем. В игре появляется множество новых островов, которые нам как игроку предстоит исследовать. Вот карта мира на этом сервере. Как вы можете заметить, карта более чем непривычна. В игре появляются такие острова и континенты, как Олимп, Ашора, Архипелаг Стинкланг и еще несколько. Но о них как-нибудь в другой раз, ибо они не так интересны. На каждом острове есть свой сюжет. Например, Стинкланг это остров, где находится главный штаб тюневой компании, которые делают технологии. Олимп это аллюзия на древние богов и их существование их приспешников после катаклизма. Ашора, Льва, Сора это нейтральная территория между Ордой и Альянсом, которая появилась после событий катаклизма. А последнее я бы хотел поговорить чуть поподробнее, но о ней немножко позже. Как только мы заходим в игру, нам предстоит стандартный выбор персонажа. Помимо стандартных фракций, есть фракции, об которых я говорил выше. Но они временно недоступны, так как само обновление 1.4, которое должно их добавить, в данный момент недоступно. И как я понял, оно в ближайшее время появится. Для справки, внутренняя версия апдейтов сервера 1.3.4. То есть, по логике, осталось ждать недолго. Выбрав любого из понравившихся персонажей и зайдя в игру, мы можем сразу же его повысить до 90 уровня. Либо, как альтернатива, мы можем продолжить его качать с нуля. В первом случае, мы мгновенно получаем 90 уровень, полный пвп 550, пандаринский шмот и телепорт в столицу. Уже в столице, мы не можем начать свои приключения, как например, пойти выполнять квесты от Снупдога, либо пойти на основные сюжетные линии в Ашшору. Перейдя в портал, одноимённые локации и взяв соответствующий квест на это место, нас кратко ознакомят с этим миром. И выполнив стартовый квест на эту локацию, нам предстоит выбор фракции, если так можно сказать. На выбор фракции есть Древние Пандарены, Приспешники Богов, Компания Стим Кланг, Добрый Легион, Хранители Секретов и ещё несколько. Ассора, либо Ашшора, по своей сути, является нейтральной зоной, где происходят основные сюжетные сдвиги, и грубо говоря, это главный аванпост на этом сервере. Как например, Даларан в Лич Кинге, либо в Легионе. Выбрав один из квестов, начинается стартовая локация одной из фракций, которую вы выбрали. Дальше говорить ничего не буду, если кратко, у каждой фракции есть свои плюшки. И за внутреннюю валюту этой фракции, которая набивается за квесты, либо аналогичным путём, можно покупать маунтов, шмот и так далее. Хоть я и не фанат почитать квесты, но выполнены они на довольно неплохом уровне, а вы учтите, что писали их не близы, а обычные игроки. Как альтернатива выполнению цепочек квестов и ПВЕ контента, который, к слову, включает в себя кастомные рейды, которые можно прийти, выполняя эти самые цепочки, которые медленно, но уверенно ведут к главному антагонисту всего сервера. Взамен этого можно и разлечься в ПВП режиме. По своей задумке, сервер ПВП в этой же самой Ашоре есть портал в открытую ПВП зону, где противоборствующие фракции сражаются. Взамен получают очки, которые можно обменять на всё тот же шмот, маунта и прочие плюшки. К слову, насчёт маунтов, их тут дохрена и больше, так что если вы когда-либо мечтали поездить на Смертокрыльев, вам сюда. Суть этой ПВП зоны – сражение и захват флагов, создавая не обычное ПВП по типу арены или БГ, а полноценный ворлд ПВП, мотивируя игроков сражаться с друг другом. Плюс, в самом начале отдают стартовый 550 ПВП шмот, так что проблем никаких возникнуть не должно. В игре есть стандартные 90 уровней и дополнительные мифические 60 уровней, они повышаются довольно банальным путём. Выполнение квестов, убийство игроков в ПВП, фармобов и прочие стандартные способы. За ап уровня вы получаете дополнительные способности, либо эмоции, либо маунтов и прочие плюшки. Уровень прокачивать надо, так как если вы, например, собрались в какой-то кастомный рейд, либо подземелье, вам надо как минимум 10-й мифический уровень. Так что хотите вы этого или нет, но всё же пофармить уровень вам придётся. Например, я с паладином не смогли убить другого паладина, ибо он был слишком высокого мифического уровня. Но когда к нам присоединился товарищ 138 уровня, дела пошли в нашу сторону. Как я говорил выше, здесь есть кастомные рейды, и как альтернатива тем же мификам из Redel Warcraft, на этом сервере можно выбирать сложность этого рейда. А именно по 5-бальной шкале, от 1 до 5. Сам по себе сервер является целиком и полностью буржуйским, но как до меня дошла инфа, что в конце августа будет открыт сервер, который, как я понял, будет локализировать этот мир. Так как Vendetta в данный момент, мягко говоря, не предназначена для ру игроков, хотя, возможно, мы это исправим. Когда этот серверок выйдет, то я о нём более подробно поведаю, но пока он в разработке. Так что ничего более добавить не могу. Судя из предыдущего ролика, этот сервер вам очень понравился, и в перспективе, если он вам из этого обзора будет интересен, я не против попилить на нём некоторое время контент. Буквально на пару роликов. Но на этот раз собирать гильдии я не особо хочу, хотя после предыдущего ролика на этом сервере уже образовалась ру гильдия. Но быть ГМом и прочей я не особо намерен, одного раза мне хватило по горло. Но думаю просто поиграть и поделать контент будет интересно, хотя бы про тот же сюжет, которого здесь очень много. Если сия идея пришлась вам понравить, то пишите об этом в комментариях. Ну а по сути, на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!